всем привет надеюсь все уже готовы мы выходим в эфир меня зовут надя петровская сегодня у нас мастер-класс по рисованию вот такого лисенка такого летнего греется на солнышке ну напомню что проходит сейчас арт флешмоб мими май вот можно рисовать зверей заходите читайте условия выигрывать призы в частности вот от скетч маркерс можно классный набор в таком вот сумочке органайзере получить давайте поставим плюсики хорошо ли видно хорошо ли слышно чтобы мы понимали что там все звук работает вот сейчас будем будем начинать да все хорошо вот но давайте приступим такого лапочку рисовать будем почему выбрала именно его ну во первых хочу объяснить вот такой вот ракурс более сложный да когда мордочка наверх задирается вот как именно рисовать потому что здесь вот именно перспективное такое идет сокращение но естественно фактуру меха если кто смотрел прямой эфир со скунтиком там тоже я показывала вот как создаются эти фактуры здесь хочется больше акцентировать внимание вот именно на таком ракурсе ну это же вот тут она более живописный такой этот лисеночек вот так ну начинаем мы как обычно с композиции то есть сначала в целом мы определяем границы вот можно сразу сколько у нас да во первых можно задать вот это направление то есть у него же голова не прямо да есть некий наклон соответственно можно вот такую легкую линию провести вот этот наклон задать что у нас представляет голова лисенка но грубо говоря это такой эллипс до соответственно мы его примерно вот повторяем как просто простую геометрическую форму так ушки пока что просто по масштабу до начинаем с простых формы и постепенно будем уточнять значит и пошла пошло тело можно даже мордочку чуть крупнее тоже вы можете выбрать ракурс например вообще одна мордочка то есть крупно взять можете вот как за компоновать как на фото то здесь вы решаете насколько вы близко или как бы крупные у вас ракурсы или более такой отдаленный так ну и мордочка до теперь мы ее начинаем грубо говоря делить на более мелкие детали ориентируясь на среднюю линию чтобы у нас моська была такая симметричная то есть вот у нас некий такой вот если сама мордочка это тоже такой вот овальчик то есть нам важно структуру изобразить носик да он у нас не здесь находится у нас есть если вот мы это рассматриваем как отдельную форму какой-то отступ и дальше вот этот носик так немножко наверно повыше его сегодня в питере такая прекрасная погода вообще просто чудесно чудесный день не знаю из каких вы регионов да можете написать вообще тепло ли у вас и не стесняйтесь задавайте вопросы по ходу мастер-класса что-то вам не понятно ли вы вы хотите что-то уточнить спрашивайте потому что порой мне кажется что вроде как я уже объяснила что-то может быть я там знаете в уме это объяснила себе и забыла упомянуть потому что все таки сложно анализировать себя в процессе рисования так что не бойтесь задавать вопросы если вам что-то непонятно так но видите я наметила вот глазки я думаю что в карандаше не надо прямо очень много подробно да мы все равно будем маркерами работать и много карандашных линий они будут мешать если вам вот сложно либо вы хотите подробно для себя рисунок то я советую на отдельном листочке себе карандашом сделать такой эскиз а потом его просто перевести уже без многих там линий перевести на маркерную бумагу вот это у меня специальная бумага для маркеров от скетч маркерс кстати скажу о новинках вот вышли такие скетч буки формата 5 а4 с таким вот красивым ананасом просто как бы имейте ввиду то бумага не пропускает чернила на следующий лист специальная бумага для маркеров да если кто как-то не в курсе мы в маркерной техники рисуем этого лисенка ну это логично что он в аккаунте скетч маркерс так вот у него тут обратите внимание как бы дальше вот это грубо говоря это основа черепа да почему здесь вот такие линии да есть а дальше это идет такой вот пушок то есть это нам нужно тоже вот когда мы будем вот этот всю шерстку рисовать нам нужно сначала понять форму дамы сначала основные оттенки положим по форме вот здесь можно наметить для себя основная такая но можно сказать ошибка когда рисуются зверята ну а в человеческом портрете тем более это когда идут выкраски но попытка раскрасить вот как на фото без анализа формы да потому что на фото порой может казаться там ну какие-то оттенки там они темнее светлее нужно себе попытаться вот представить как знаете как будто у вас 3d модель то есть что ближе что дальше и тогда вам будет легче разобраться вот именно в тональной основе и нарисовать более объемно более реалистичную если вы к этому стремитесь так ну ушки может быть еще чуть-чуть ему прибавить как считаете более такой ушастый да и почаще отставляйте работу на расстоянии смотрите чтобы пропорции увидеть здесь может сейчас я уточню чуть-чуть вот сами пропорции и приступлю уже маркер так нужно еще глазки ниже упустить потому что мордочка сильно затрону можно вообще даже вот если по поводу каких-то стилизации что вот стилизуется в если вы хотите более такую мультяшную картинку сделать но при этом сохранив вот эту ракурс до что-то можно увеличивать вот эту часть донос крупнее то есть стилизовать нужно те вещи которые вот они и так по смыслу ближе да к нам соответственно как бы мы как будто ну грубо говоря лупу да наставили и у нас еще вот как бы крупнее этот ракурс тогда она такая более будет стилизованная картинка ну ладно в принципе просто мне кажется что он у меня такой более пухлый что же получилось ладно маркерами поправим что-то откорректирую так ну с чего начнем давайте возьмем какой-нибудь эту небольшую выкраску сделала сначала лучше начинать с каких-то светлых оттенков и постепенно затемнять но конечно что-то понятно что смысл там носик сначала светлым каким-то красить потом там затемнять там где понятно что это прям темный тон там надо сразу там где вот именно какие-то легкие переходы такая градация плюс вот эти ворсинки их надо отдельно набирать там сначала как основу вот у нас здесь вот такой до бледно-бежевый оттенок вот мы как бы им тут покрасим все забываю взять форма пласт собой легче снимать так да пишите в комментариях еще вот мне всегда интересно кто рисует параллельно досмотрят и рисует кто просто смотрит просто как бы интересно как вот вы в процессе либо вы пока просто хотите посмотреть да ну и здесь есть если мы говорим уже про цвет оттенки теплые до теплые то те которые ближе к желтым есть оттенки более такие холодноватые то которые ближе к синему ну по ощущению да вот у любой цвет у любого цвета есть как бы как два брата например там условно говоря желтые есть лимонно-желтый это холодный цвет а есть цвет такой цвет например яичного желтка это теплый желтый так любой цвет он имеет два состояния холодное теплое два оттенка поэтому тоже если мы говорим уже о цветовых гармониях то нужно анализировать вот какие тут у вас оттенки присутствуют где теплый где холодный где-то можно смешивать на теплые оттенки потом чуть-чуть таким светло-серым но холодным пройтись да потому что здесь есть такой вот какой-то переход в целом он конечно теплый у нас по тону но здесь есть какие-то и такие наслоения как бы вообще маркерами можно и нужно как красками смешивание происходит то есть по одному тону другим и получается более сложный оттенок конечно лучше не увлекаться не делать там не знаю шесть разных слоев понятно у вас все замешается в какую-то грязь но там два три до оттенка каких-то перекрывающих друг друга вполне вполне может быть да и как я говорила ранее вот когда скунсика рисовали в принципе даже не не первоочередно точно ли вы оттенок взяли или нет вы можете даже как-то менять цветовую гамму самое важное это тональная основа чтобы именно тонально вы более были более внимательны ну и ну и да и ну и ну и ну и мой совет не кусочники то есть это что значит не увлекайтесь одним каким-то куском и вот вы его делайте делайте остальное у вас белый лист как-то более так равномерно старайтесь тогда более понятно вам будет общая картина а так носик он у нас не просто черный да вот грубо говоря сейчас может даже на отдельном листочке что такое нос вот у него есть верхняя площадка которая более освещена да если вы внимательно посмотрите здесь темно-серый но он все-таки светлее чем вот эта часть на нее сверху до падает свет важен источник освещения отсюда падает свет соответственно вот это как площадочка да она светлее здесь уже темнее ноздри это провал да это еще более темный тон плюс распределяется тоже вот на этой основе то он тут есть такие более светлые подчеркивающие до ноздри области то есть грубо говоря вот эта серединка она более темная здесь чуть чуть посветлее то есть вот если мы очень внимательно рассмотрим тонально этот носик он у нас далеко не как бы не одинаковые по тону особенно если кто выбрал крупный ракурс то обратите внимание такие вещи особенно так как он тут еще есть такое понятие как смысловой контраст да он на нас идет нам надо даже усугубить водка его грубо говоря как бы оторвать от ну вот это у нас второй план это первый вот это сама мордочка соответственно деталировка вот этого носика самой вот этой мордочки да она должна быть больше чем ну например вот здесь вот да потому что это второй план он должен быть более такой размытым а вот здесь должна быть более такая деталировка тогда у вас будет ощущение что мордочка ближе а это дальше вообще но всегда такое правило то что к нам ближе она более контрастная с большей прорисовкой детально то что от нас чем дальше 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 там вообще где-то ну как вот как этот фон да мы же тут не видим что тут травинки еще что-то вот фотоаппарат тоже до размыл фон здесь тоже размыты эти цветочки мы вроде как понимаем что а вот здесь уже более четко да потому что это ближе мы понимаем что это это цветочки но они такие пятнами для того чтобы ну если вы преследовали эту цель если у вас не какое-то декоративное такое плоскостное решение как ну грубо говоря как узор в виде лисенка если вы там выбрали такой стиль что вы просто как-то красиво линиями как решили и там какие-то разные заливки сделали то есть вы изначально его хотите как бы плоским сделать это другое а если мы именно академично его ну реалистично рисуем то здесь вот нужно соблюдать этот принцип первый план второй план может быть какие-то вопросы появились для правда нет возможности читать вот сообщение но мне передают вот если вопросы по процессу рисования я получаю информацию от тайных агент сегодня видно все такие стесношки так сейчас хочется какой-то более такой рыженький до эфир будет сохранен потом можете посмотреть то есть расскажите может быть о марафонах какие темы вам нравятся вообще участвует слива в марафонах да и здесь вот теперь можно постепенно еще создавать фактуру то вот здесь фактура она такая рваная соответственно мы штрихуем вот какими-то такими отдельными штучками у нас выкраска уже идет чтобы получилось шерстка а 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 пока что даже не знаю что рассказать давайте пока просто порисуем обязательно ли прорисовка детали когда рисуешь шерсть обязательно ли прорисовка детали когда рисуешь шерсть у зверей но шерсть тоже это же как-то где-то мы будем можем более больше внимания уделить опять же вот смотрите даже по этой фотографии видно вот например здесь шерстка она по сравнению вот с этим например ну во первых здесь больше такая она взгерошенная во-вторых так как это второй план она так смягчается до какими-то больше скорее тут по контуру понятно да есть цветовая растяжка есть контур который там дает понять что это ворсистая но в целом вот здесь фактура и здесь фактура да это разная степень проработки и соответственно то что мы опять же хотим к себе приблизить соответственно мы более внимательно эту всю фактуру прорабатываем больше вот там каких-то мелких точечек вот чего-то такого то есть то что вы хотите приблизить вы этому должны больше уделить внимание а то что да если вот смотрите вы очень детально и тут мордочку и там второй план сделайте везде вы прямо там чуть ли не каждую волосиночку так причешите она будет выглядит плоско да потому что она все ну во-первых глазу тоже будет сложно усваивать такое количество деталей хотя в искусстве есть такой как бы гипер реализм до фотореализм гипер реализм когда там чуть ли если это портрет человека там чуть ли не поры на коже видно и но это так специфично в плане тоже надо понимать для чего это делается то есть как бы во имя чего просто взять и там всех удивить своим терпением что вы смогли там каждую волосинку причесать это не цель да здесь надо понимать для чего вам где-то нужно более детально все проработать подскажите будет ли запись урока с обезьянкой урока с обезьянкой да ну можно сделать обезьянку порисовать да пожалуйста нужно как нить обезьянку я стать я люблю обезьянок рисовать я вот люблю таких ушастых люблю обезьянок да вообще в принципе мне кажется практически каждое животное даже которые на первый взгляд может быть она не кажется прям милашкой но можно же это как-то и обыграть бывают же какие-то смешные вообще ракурсы картинки то есть я так смотрю по марафону некоторые немножко так видно но мне так кажется обижаются что им кажется что им какой-то достался зверь не очень миловидный но так вот если по большому счету я думаю практически каждого зверька можно даже проходила и статья помню в прошлом мими март вот когда был там девушка нарисовала такого крокодильчик а забавного вообще очень классный даже крокодил и казалось бы не самое миловидное животное нужно при желании при любви у юнит и зла взять и сделать просто очаровашкой да еще какие могут быть приемы вот в май в марте маркерной техники можно использовать блендер это такой так вот вопрос а вы только маркерами рисуете нет вообще но в принципе так как у меня есть высшее художественное образование я многими техниками владею единственное я маслом не пишу а так я и акрилом и акварель и и что там мягкие материалы да там уголь пастель карандаш то есть у меня академическое образование я закончила художественно-промышленную академию сейчас она имени штиглица когда я в ней училась она еще была имени веры мухиной если кто знает это знаменитый советский и скульптор и стать мало кто знает что она еще и художник по тканям было очень интересно у нее были орнаменты для тканей вот знаменитая как там рабочие и кто и колхозница да вот знаменитая мосфильм когда скульптура которая выставлялась на выставке в париже стать произвела фурор там вот вот эта монументальная скульптура это как раз вера мухиной вот и я училась значит я поступила в 2000 году закончила в 2006 там пять лет обучения плюс год диплом там статья еще училась технологии дизайном графическом дизайне у меня такой был опыт два года в магистратуре вот у меня образование дизайн надежды и где-то порядка десяти лет я занималась одеждой а потом как-то вот постепенно ушла в иллюстрацию потому что уже потом по семейным делам одеждой уже не получалось заниматься и я нашла себя в иллюстрации в преподавании есть опыт преподавания в вузах в частных школах мне тоже это нравится потому что это тоже ну не знаю как-то делиться знаниями есть такое выражение уча других мы учимся сами как-то вот тоже и передаешь знаний в то же время ты и собственные знания накапливаешь в плане постоянно же нужно тоже быть в тонусе и практика и какие-то интересные вещи хочется рассказать не все же как бы об одном и том же что то еще и получается действительно обучая других мы сами учимся продолжаем учиться вообще процесс обучения он такой бесконечный интересный вообще люблю учиться вот мне нравится ходить на лекции какие-то новые темы мы не знаю учение свет знаете все конечно зависит от педагогу понятно что я думаю все сталкивались с тем что порой просто преподаватель вызывает какое-то отторжение не хочется слушать даже что он там рассказывает но в принципе от преподавателя и не нужно ждать какого-то чуда что он вам откроет какую-то там я не знаю какой-то секрет такой вот прям секретная информация и вы без собственных усилий без собственного труда вдруг начнется делать шедевра на самом деле конечно без практики невозможно освоить освоить всю эту интересную профессию так маркерами рисовать сложнее чем другими материалами здесь нельзя ошибиться ну как сказать акварель тоже она не очень-то терпит много смывок там получается как бы замученная такая в принципе если говорить о идеальной например акварели то это вообще надо практически ну вот как точно до попадать там если вы вымываете что-то надо прям сразу вымывать потому что если уже краска впиталась вы начнете тереть там это все равно это чувствуется когда вот она вытертая либо когда очень много слоев все мажется по одному месту такая грязь разводится я например не скажу на мой взгляд акварель сложнее чем маркером и лично по мне маркеры да я хотела показать шла в сторону вот есть блендер то в принципе с его помощью можно вымывать он вам вот например не знаю насколько тут передает он вам стирает полтона два тона вы можно даже если очень постараться в принципе его где-то вымыть весит маркер еще блендер хорош он как бы смачивают бумагу и получается то же самое как акварель водой до размывки можно делать просто кто-то очень активно блендер использует я например но я тоже блендером пользуюсь но не могу сказать что я прям вот все время с блендером что-то я наверное маркерами больше как знаете как в рисунке штриховка да я наверное ближе вот к такому приему то есть я фактически им штрихую и набираю постепенно фактуры тон то есть у меня ближе к такому какому-то именно если говорить о технике ближе к рисунку чем вот ну понятно что это живопись а не графика но прием это то есть таки так вот сейчас тут затруднение я наверное немножко такой вот оттенок или я его выбирала и куда-то отложила чуть мне нет такого светло-рыжего сейчас попробуем просто немножко розоватый вот это вообще можно конечно тоже если у вас не хватает оттенков вот как выходить из ситуации перекрывать конечно что такое оранжевый цвет вот даже если кто знаком то есть такой круг это на про цветовые гармонии да есть первичные цвета вторичные третичные то есть можно вообще цвет его замешивать первичные цвета это какие красные синие желтый до вторичные зеленые это синий желтому смешиваем получаем зеленый фиолетовый красный синим что у нас там а красный желтый это оранжевый да это вторичные цвета а дальше уже идет перемешивание первичных вторичных потом можно третичные между собой дальше как бы усложнение да вот то она она происходит то есть грубо говоря имея только три краски синий красный желтый вы можете вообще себе достаточно разнообразную палитру сделать путем перемешивания красок вот поэтому в принципе можно пробовать если вам нужен какой-то определенный остать вот думаю вроде бы был такой рыженький вы можете какие-то недостающие вашей палитре оттенки их просто замешивать вот по аналогии как с теми же красками просто перекрывать тона там блендером еще их между собой смешать вообще еще узкий маркер такая появилась опция есть вообще пустые вот такие как они на как назвать основу да вот с буковкой е да правильно тут пустой вообще маркер вы можете сами свой оттенок продаются отдельно чернила создать свой оттенок я стать вот все тоже хочу как-нибудь попробовать надо будет вообще это целое уже творчество в плане создать свой оттенок маркера это может вообще придумать уникальный вот и так что я потерял свою мысль а да из вы заправляете созданный как бы вами оттенок вы с помощью весов там их замеряете да себе где-то записывайте что с чем вы смешали получили какой-то нужный вам вообще оттенок и вот вы как вообще это как раньше художники сами краски же создавали но они только понятно не чернила у них там из разных почему так и называется там кобальтом еще что-то это именно из чего создавался краситель то есть художник сам себе готовил краску к такая ошибка что пытаются именно раскрасить как по фото без анализа формы без понимания вообще нужно ли вам без какого-то вот именно приема в рисовании вот есть разные именно как бы технические такие то есть это либо штрих он может быть разным это могут быть вообще точки да вы же этого лисенка можете там точками каким-то забивать вы можете достаточно крупными мазками но единственно крупные мазки вы создадите форму может быть даже очень прикольно получится но вам не удастся если вы только крупные берете такой мазок вам не удастся передать фактуру меха потому что не будет вот этого ощущения что там распадаются на мелкие волоски но где-то вот объединять видите я где-то рисую такими как бы штрихами крупными нужно то есть должна быть и но это вот как в рисунке тоже если кто карандашом до штриховал когда-нибудь должны быть большие крупные штрихи которые по форме который подчеркивает нам форму должна быть более мелкие штрихи которые создают нам фактуру то есть мы одновременно где-то работаем на фактуру где-то работаем на форму и и и и и и и и Субтитры сделал DimaTorzok Вот, ну и постепенно надо вводить все более такие в тональном плане темные, да, вот, я какие-то точечки сейчас подчеркиваю еще вот эти, где глазки, вон. То есть должен быть баланс. Конечно, работа не должна быть сырой в плане, знаете, когда вроде бы основная такая вот как сейчас сделана, но она явно не доделана, да, нету более такой детальной проработки. То есть это вот как такой набросочек, ну, в принципе, и то сыроват. Надо тоже вот знать, когда остановиться в том плане, что... Так, сейчас, секунду, секунду... Надо тоже вот этот момент и не перестараться... И не перестараться, чтобы она не была такая вот, как, я помню, у нас говорили, задрюченная работа. То есть когда уже прям... Настолько она уставшая от того, что ее там мучают, 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 все, там, идеал недостижим, но к нему надо стремиться, там, бесконечные какие-то слои, там, еще что-то, много каких-то деталей уже, она вся такая. Но и сырые работы, они, конечно, тоже, они проиграют тем работам, которые вот более сделаны, более кропотливые. Вот, ну, и никуда не спешите, в принципе, лучше чуть-чуть, действительно, не доделать. Как в кулинарии, да, лучше не досол, чем пересол. Лучше чуть, пускай она даже такая легкая, как бы незавершенная, чем уже переделанная. Третий... Погнали. Вот. Продолжение следует... Ну, конечно, усики надо там в конце уже, всю эту мелочевку, но порой хочется, если хочется, то надо что-то сделать. Продолжение следует... Не знаю, мне не кажется... Ну, вот к вопросу, сложно ли маркерами, вот мне не кажется, что ими сложнее, чем, предположим, акварелью. У меня лично нет такого ощущения. Вообще, такой релакс, когда рисуешь зверей. Да, вообще, и рисование. Была бы возможность, я бы целыми днями сидела рисовала. Честно. Мне очень нравится, люблю эту тему. Да, ну, повторюсь, периодически берите, относите от себя работу, чтобы и глаз отдохнул, и вы на расстоянии увидели, что вообще происходит. Вот, потому что... Ну, вот у меня сейчас, понятно, я для вас рисую, у меня нет возможности ее постоянно там отодвигать. Будет тогда не рисование, не знаю что. Вот. Поэтому, может быть... Ну, потому что вот я же тоже вижу картинку в искажении, да, перспективном. Вот. Может быть, где-то с пропорциями не совсем точно выходит. Вот. А когда мы ставим вертикально, у нас как раз вот мы видим более точно, что у нас получается. Можно вообще на планшетке, либо вот такие скетчбуки, они имеют тут картонная, да, такая подложечка, и можно даже не какое там еще дополнительное... Удобно рисовать, что жесткое. Можно так прям держать и полувертикально или вертикально. Есть такие настольные мольберты еще бывают ставятся. Да, и шерсть, она имеет тоже вот какое-то направление, да, какие-то вот... Мы рисуем вот просто по каким-то таким... Как сказать... Штрихуем, да, вот в разные стороны. Потому что, понятно, если мы вот так вот ровненько чешем это все, оно как бы вот ворс ровный. Если он в разные стороны, то он, соответственно, и получается вот такая фактура, она такая вся взгерошенная. Да, вот если кто не знаком с маркерами, вот бывают такие, значит, тут наконечник перо, очень удобный при рисовании зверюшек. Потому что линия может быть разной толщины и самая такая прям тоненькая там в точечку, вот маленькие такие и более прям такая жирная линия. Вот, а второе наконечник это долото. Вот им, кстати, очень удобно такие заливки прям делать, сразу выкрашивать быстро в большие площади. Другой формат маркеров это когда наконечник пуля и такой же долото. Кстати, пулей тоже мне очень нравятся штрихи делать. Тоже прекрасно. Можно, не обязательно вот прям, чтобы браш, браш и просто вот как-то, ну, особое удовольствие, да, что ты вроде как маркером, а в то же время это кисть. То есть есть тут какое-то такое, ну, приятно просто. Но если у вас, например, только вот такие маркеры, это не значит, что вы как-то ограничены. Это не значит, что это может как-то повлиять там на результат. То есть это просто разговор может быть о неком там удобстве и каком-то индивидуальном предпочтении, но в принципе... Такое. Так. ну как он у нас получается можно уже вот сейчас еще уделить внимание деталям и в принципе не думаю что я вот здесь буду много что-то давайте вот на мордочке сконцентрируемся значит такой очень долгий будет урок лучше так вот именно больше здесь уделить внимание мордику его если у вас есть какие то вот вопросы по маркерам не стесняйтесь пишите вот в аккаунт скетч маркер задавайте вопросы очень дружелюбно вам все ответят потому что понятно но это я для тех у кого нет опыта рисования маркерами она что кто уже знает как бы понимает это вот для тех для кого это может даже открытие что нужно я на самом деле если говорить о профессиональных маркерах тоже относительно недавно рисую сколько даже не вспомнить но наверное это года два может быть я рисую маркерами что не помню когда начала для меня это тоже было такое открытие что нужно потому что лишь такая приверженец классических всех вот этих красочки там нам я помню даже говорили ну хотя мы учились на дизайне там больше можно как бы вольности академия художествам по моему это вообще чуть ли не на костре сожгут если вы там какими-то нетрадиционными материалами будете что-то делать вот но помню нам тоже говорили что вы какими-то там фломастерами красить тогда еще по моему не было вот именно профессиональной линейки и действительно обычными фломастерами но для яркости как бы что-то покрашивали скетч маркерс это отечественная да это российский бренд мне кажется вообще по сочетанию цена-качество оптимально потому что есть конечно такие дешевые прям маркеры но они и поэтому стоит столько что все таки они быстро сохнут я как-то заказал на алиэкспрессе там такие прям не ну для начала тоже можно но вот если говорить о профессиональной линейке вот мне кажется скетч маркерс это прям то что доктор прописал что я уже по одному месту крашу давайте вы мне скажете что еще проработать а то у меня видно я уже устала не могу понять можно еще вот линером где-нибудь наверно до поштраховать что еще вам кажется надо мне доработать а 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 нас видно уже прошел час до нас идет мы даже не заметили ведь как увлекательно штриховать да я согласна и прочитала что там можно я вообще вот жалко я забыла белый линнер тут бы волоски еще белым вот сверху тоже можно стать вот по поводу как технически нам можно темным создавать вот контур как бы по светлому а можно потом белым да вот по темному уже делать отдельные волоски да можно еще можно еще над ним сидеть на самом деле просто уже как-то не знаю да можно здесь еще ну давайте еще чуть-чуть по штриху просто задача это показать принцип понятно что он можно еще над ним поработать так но я немножко перестаралась да и вот когда сейчас подняла лист вот тут вот хочется убрать как бы побольше шерсти суда вот можно еще ему тут вот эти щечки побольше поштриховать они такие миленькие вот и вот таким более щекастеньким сделать не конечно можно еще что-то единственно тоже вот не увлекаться потому что можно так тереть тереть и только хуже будет то есть маркеры в принципе это тоже хоть можно достаточно много слоев бумага вот выдерживает видите ничего не прошло вот пожалуйста воля вот но тоже когда слишком много там прямо слой на слой это может не выглядеть вот как бы не будет того эффекта который сейчас ну давайте бы сейчас я немножко еще вот тут до штриху мы вот тут чуть-чуть еще положим на самом деле получилось неплохо в том плане что вот акцент на мордочке здесь такая недоработка и нормально как бы для вот такой скетч единственное можно его вот так чуть подрезать можно потом вот кто сканирует свои работы я например но если композиция чуть не удалось естественно подрезаю там что-то это вообще такой момент вот но в принципе что все наверное так давайте автограф в свой пост ну что никаких вопросов завершение ну давайте до новых встреч спасибо всем кто смотрел вот и хороших вам вот выходных надеюсь погода будет такая же но если кто из питера до свидания